Добрый день, добрый вечер уже. Скульптурой я занимаюсь, ну, наверное, последние лет 20, если бы больше. И каждый раз, когда возникает тема блокады, связанная со скульптурой, приходится совершенно по-новому осмысливать материал. Потому что к отдельным произведениям, либо мы смотрим на те скульптурные произведения, которые нам нравятся, либо на те, которые вызывают наибольшую реакцию эмоциональную, ну, чтобы не сказать скандал или обсуждение. Или вдруг замечаешь резкую смену, когда появляются какие-то произведения, которые вроде бы блокады, а на самом деле явно не скульптура, а скорее такие мемориальные пространства, вот как парки военные или как какие-то, наоборот, памятные доски, которые, в общем-то, уже не скульптура, а скорее те художественно, на визуально обозначенные, самые продуктивные рассуждения в области. Скульптуры могут быть связаны с крупными мемориальными ансамблями, потому что они, во-первых, они блокадные преимущественно. Это не памятники от зеленых людей, это не кладбище, это не мемориальные зоны, и это не небольшие культуры, а то, что сразу оказывается в двухсловой доминантой в пространстве, ну, в 20-м веке, после военного лиграда, или сейчас Петербург. А вот в вторых мемориальные ансамблями изначально являются местом поездки. Оказывается, что сколько бы они ни говорили, они не побереждают к речке, потому что они совсем иначе взаимодействуют, созреть. Если бы себя представить перед какой-нибудь сравнительно небольшой скульптурой, девочек с кусочком хлеба в руках, это такой образ, который вот сейчас бродит в современной скульптуре, отменяем ансамблям относительно как формально нельзя. Их нельзя, я тебе говорю, они есть, как есть. На этом деле, все вопросно, что на них видно очень хорошо отношение и наше блокаде, и наше восприятие, и отношение государства. Хотя, потому что есть немного. Первый – это Петербургский мемориал. В 1961-м году закончено было строительство. В 1960-е годы разорвано кольцо на Ваганинском спуске, на Дороге жизни, памятник на Средней Рогатке Аликушина. Ну, насколько этот ряд может быть продолжен, это Сморгоновский такой микро-мемориал памятник женщинам-бойцам в ВОО, совершенно прекрасный в ряду современной скульптуры. И мы видим, что в хронологии всех памятников, Калюшский мемориал, он, да, поскольку он первый, он в 1950-е годы еще начал делаться, но он реализует тему и государственной памяти, и личной годы. Памятник, разорванное кольцо, такая полуменее скульптурная, больше архитектурная форма, кстати, все у нас. Это памятник абсолютно личная, это та частная память, которую государство не контролировало, и которая восполагает, если бы через год неизбенно было постановление о том, чтобы как можно меньше таких памятников появляться. Памятник работы Аликушина-Испиранского на Средней Рогатке показывает, с моей точки зрения, ну, он, да, в идее не государство, где это такое последнее слово, в Средней Блокаде. Однако надо учитывать, что этот памятник, который в моем линии, в Грецком, Грецком, иронически называли это место, памятник на самом деле не Блокаде, хотя, да, он как бы, на этом, настаивался войне, достаточно посмотреть на те даты, которые на самом деле, 41-й и 45-й. И именно этот монумент, как мне кажется, он показывает, что вот эта политическая или все вот эта душевная такая тема памятников Блокады, государства, этих бакостных масштабов, она теперь исчезла. И дальше лет на 15 по-теоретски полная затишь. Продолжение следует...